Мы, дело в том, что привыкли к тому, что нас учат, к примеру, продавать, либо строить сеть. Человек, который попадает в бизнес, что он сразу получает? Он получает своего наставника. Наставник ему говорит, делай определенный ритуал, то есть последовательность действий, которые приведут тебя к успеху. И так человек, который не обладает информацией, начинает потихоньку учиться. У него появляются скрипты продаж, у него появляется райдер ведения бизнеса и так далее. К чему мы потом приходим? Потом мы приходим к тому, что у человека в определенный момент начинает что-то не получаться. И хотя он идет четко по этим шагам, я думаю, что было, наверное, у вас такое. Когда человек идет по шагам, у него ничего не получается. И он не может разобраться, вы не можете разобраться, либо вы это по нетфорку делаете, либо по системе обучения вашей компании, но не получается. Почему не получается? Мало кто может ответить. Почему не получается все же? А очень просто, друзья. Я хотел бы с вами поделиться тем, что не просто мы, консультанты, продажники, бизнесмены, стали умнее. Аудитория тоже изменилась. Вы скажите мне, есть среди нашей аудитории рыбаки? Я думаю, что есть. И согласитесь, как изменилась даже эта рыбалка за последние 50-100 лет. Раньше у нас, деды вспомните наши, они брали бамбуковые удочки, либо вырезали светку, приделывали лесу, да, вот крючок. Вы многие в молодости этим тоже баловались наверняка. И рыба ловилась, да. Либо плели такие устройства, у нас называлась верша, да. У меня деда топлел, забрасывал. И раз в сутки приходил, проверял, там 4-5 рыбин всегда приносил. То есть, сложности не было в поимке рыбы. А сейчас удилища, катушки шимана, различного рода прикормки, дальше блесна и так далее. То есть, сейчас уже набор рыбака стоит уже 1000 долларов профессионального. Индустрия постоянно растет. То есть, получается уже простой удочкой все сложнее и сложнее ловить рыбу. Без прикормки сложнее и сложнее вести рыбу. А прикормка это та же самая подготовка в переговорах или продажах, понимаете. Это зондирование как бы эхолотом среды, соответственно прикормки этой среды. И после, соответственно, вы уже выходите один на один. И способы, они намного и намного усложнились. Рыба стала умнее. Можете себе представить? Рыбы стало меньше, безусловно. Но исходя из закона эволюции, она тоже будет приспосабливаться для того, чтобы выжить. А мы о наших клиентах зачастую так не думаем. Мы думаем, что если мы говорим по скрипту, то нас должны слушать или продавать и так далее. И поэтому сейчас за крайние 5-7 лет растет процент возражений в любой сделке, в любом переговорном процессе. И управление возражениями, а самое главное в управлении возражениями, да, это предупреждение этих возражений, является, соответственно, самым-самым первичным при формировании успешно построенного диалога и достигнутого результата. То есть, неважно, с точки зрения клиента или с точки зрения партнера. И следующий мой слайд, я как раз хотел бы с вами поделиться. Смотрите, этот слайд вы не найдете в интернете, он на самом деле потом и кровью, да, как бы принят. Мне он очень нравится и он напрямую характеризует ту ситуацию, в которую попадаете вы в компанию. Смотрите, если мы говорим по поводу ядра компетентности, да, то что мы имеем в виду? Вот здесь, где набрается точка контакта, на самом деле она немножко смещается, но ядро у нас вот это вот. Это либо президенты, либо собственники, либо учредители компаний. То есть, это люди, которые обладают максимальной компетентностью и, соответственно, с этой компетентностью они делятся с компанией. Далее, соответственно, здесь есть внутренняя структура компании, либо администрация. Она знает чуть меньше, да, но больше, чем все остальные. Согласны? После нее идут топ-лидеры компании, которые знают очень много и первыми получают информацию от компании. Дальше идут лидеры у нас. После лидеров, соответственно, у нас и идут, соответственно, лидеры среднего звена. Перезагрузите, если не видите, перезагрузите, пожалуйста, свою страничку, потому что я думаю, что... Видно? Вот. Дальше у нас идут после лидеров, лидеры среднего звена, да, не в любой компании. Ну, это люди, как правило, которые получают там от 500 до 1000 долларов. Эти люди же менее информированы, но хотя что-то они знают. Дальше у нас идут только вновь, соответственно, подписавшиеся партнеры. И дальше вот здесь формируется у нас, где вот мне курсорчик. Видно курсор? У нас здесь есть вот точка контакта. И я вам сейчас даже вот немножко покажу. Вот, смотрите. Я вот курсором это вожу еще раз. Ядро компетентности, лидер, ядро компетентности президент, учредитель и собственник. Дальше внутренний совет компании или внутренняя структура оболочка. Это организационная структура любой компании. Далее топ-лидеры, которые знают почти все. Дальше лидеры, которые знают многое. Дальше лидеры среднего звена, которые знают основную информацию. Да, но эта основная информация не всегда ковремя к ним доходит. Есть такое дело. И есть партнеры, которые только вступили в компанию, которые еще не всегда успевают за компанию. Так вот, вот это ядро, оно движется всегда вперед. А вот люди, каждое вот это вот звено, оно, соответственно, отстает от предыдущего звена. И вот здесь формируется, дайте вам маркером укажу. Вот здесь формируется точка контакта. Вот она. Точка контакта как у нас характеризуется? Она характеризуется очень просто. То есть, это та зона, когда компания в виде партнера соприкасается с человеком, как шестеренка, понимаете? Она вот соприкасается. И вот какая здесь зонирование информации, какая зонирование информации, то есть, сколько остаточной информации вот здесь, какая она есть, столько и передается точке контакта. Точка контакта – это ваш непосредственный потребитель. И вот здесь как раз вот эта формула потребитель-консультант, она у нас является актуальной. Потому что именно по этой формуле и выясняется, насколько то, что человек, соответственно, говорит с этой стороны, совпадает с суждением человека, который слушает, то есть, будущего потребителя или будущего партнера. И та проблема, я вообще не люблю это слово, по-латыни оно переводится как нерешаемое. То есть, та задача, которая стоит вот здесь – максимально простроить коммуникации, для того, чтобы здесь остаточный уровень информации был достаточным, для того, чтобы человек поверил партнеру, человек поверил компанию и так далее. Как же это решается на уровне стран? На уровне стран, вот вы, наверное, со мной согласитесь, что в азиатских странах, да даже в странах бывшего Советского Союза, как Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и так далее. Там информация, ну я бы скажу так, по сравнению с Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном, да, то есть, там информация где-то еще лет на 7-8 доходит медленнее. Да, конечно, если там люди работают в крупных международных компаниях, безусловно, они имеют доступ к информационному телу и получают эту информацию в большей степени. Ну, средняя, можно сказать, статистическая выборка населения, она не имеет того доступа к интернету, не разбирается в интернет-технологиях, не настолько актуально в мессенджерах, в эстинарах, вебинарах и так далее, да, то, что сейчас является отлично простроенным каналом обмена информацией. И поэтому вот здесь у нас формируется, да, вот, зона разрыва. Вот эта вот зона разрыва. И эта вот зона разрыва, то есть, она к чему, соответственно, приводит? Она приводит к тому, что вот не всегда знания компании равны продажам. И вот как раз система обучения онлайн-дистанционная, они позволяют нам сократить вот эту вот зону, да, ядра компетентности до минимума, чтобы те знания, которые генерируются здесь, в максимальном количестве, понятно, что они потеряются там на 50-60%, потому что вот здесь уже где-то на этой границе теряется видение. То есть, то, что знает президент, знает, соответственно, топ-лидера, да, здесь он начинает потихоньку теряться. И, соответственно, здесь уже в точке контакта, да, и происходит вся, собственно, суть.